МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цены растут как на дрожжах. Эксперты прогнозируют подорожание некоторых товаров более чем на 30% из-за увеличения стоимости доллара. Старинная мечеть или средневековый дом в Дербенте при рите Котлована местные жители наткнулись на конструкцию 11-12 веков. Вносятся поправки в Конституцию. Верхняя палата Российского парламента и Совет Федерации их уже одобрили. Однако некоторые пункты основного документа страны уже успели вызвать разноголосый резонанс в обществе. Многих смутило обнуление президентских сроков и формулировка о языке государства образующего народа. Как дагестанские эксперты отреагировали на поправки, расскажет Патимат Ханапова. Госдума одобрила Совет Федерации тоже. Теперь поправки к основному закону должен поддержать народа. Россиянам предстоит решить, стоит или нет вносить в Конституцию 1993 года около 200 поправок. Они должны закрепить в основном законе меры соцподдержки, верховенство российского права над международным и новые требования к президенту и чиновникам. Это лишь часть изменений. Я, конечно, тоже приветствую статьи, так называемые социальные, которые связаны с гарантиями повышения пенсии и с гарантиями обеспечения минимального размера оплаты труда в соответствии с правительственным минимумом. И вообще вот этот блок социальной статьи, касающийся укрепления семьи, и касающейся поддержки семьи, и воспитания детей, естественно, для Дагестана эти статьи будут близки, и они будут сказываться даже положительно, я думаю, и чисто, как говорится, в бюджетных средствах, которые будут выделяться. Я приветствую статью, например, запрещающую должностным лицам иметь там двойное гражданство или видное жительство, а также иметь вклады в иностранных банках. Закрепили в Конституции понятие о языке государствообразующего народа. Некоторые общественники считают, что такая формулировка противоречит принципам демократического федеративного государства. Эксперты посчитали, что неправильное оттолкование поправки в будущем может привести к обострению межнациональных проблем. Основу государственности закреплять и давать какому-то народу на языку прилегативу. Выделять какой-то народ смысла не было. Ушимления русского языка нигде не было. Наоборот, мне кажется, русский язык проник в жизни всех малых народов гораздо больше, чем даже русский народ сам думает. Наибольший интерес в обществе вызвала поправка об обнулении президентских сроков. Она позволяет главе государства Владимиру Путину участвовать в следующих выборах. Такое изменение эксперты восприняли также неоднозначно. Некоторые опасения вызывает слишком большая централизация власти в руках одного человека, несмотря на то, что вроде бы даются теперь права, дополнительные права и полномочия Государственной Думе и Совету Федерации по назначению некоторых лиц. В минусе то, что вот эта вот единая централизованная система управления она уже сейчас дает сбои и для того, чтобы она эффективно функционировала, нужны гораздо больше усилий, чем те, которые сейчас предпринимаются. Ряд изменений в Конституцию был отклонен, в том числе нашумевшая поправка о запрете президенту и министрам иметь недвижимость за рубежом. Было отказано и в предоставлении Госсовету полномочий выбирать президента, а также поправка о досроченных парламентских выборах в 2020 году также был отклонен. Патимат Ханапова, Мусас Алгиреев, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ. Юрий Чайка прилетел в Дагестан. Полпреда президента ВСКФО в аэропорту в столице встретил глава региона Владимир Васильев. Затем прошел совещание по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития республики, в том числе в рамках реализации национальных проектов. Отметим, что Чайка в статусе полпреда президента ВСКФО в Дагестане не впервые. После официальной части чиновники лично наградили ветерана Великой Отечественной войны юбилейными медалями в честь 75-летия Победы. Свыше 45 миллиардов рублей Дагестан перечислил в федеральный бюджет в минувшем году. Это на 15% больше налоговых отчислений за 2018 год. Кроме того, на 12% возросли сборы в консолидированный бюджет республики. Всего собрано 32,6 миллиардов рублей. Почти 30 миллиардов рублей в общей сумме налогов и сборов это поступление в республиканский бюджет и 9,6 миллиардов в бюджеты районов и городов. Названы товары, которые подорожают в условиях ослабления рубля к евро и доллару. Это смартфоны и машины, бытовая техника и фармацевтика, детские вещи, одежда и обувь. Как прогнозируют эксперты, некоторые импортные препараты и лекарства могут подорожать до 30%. Повышение стоимости продукции на треть можно ждать на рынке детских товаров, а также одежды и обуви, поскольку эти отрасли зависимы от поставок из Китая. Кроме того, специалисты называют возможным повышение цен на импортную бытовую технику, электронику и гаджеты вплоть до 35%. Подорожают в диапазоне до 10% и большинство автобрендов. Это будет касаться всех машин, включая отечественную марку «Лада». В Дербенте найдено средневековое строение. Жители самого древнего города России теряются в догадках по поводу его предназначения. Стены, циркульный свод, проходы и помещения были обнаружены в ходе несанкционированных земляных работ по рытью котлована на территории могальной части города. На кладке строения имеется известковый раствор, а на своде сооружения традиционное покрытие – кира. Ученые пока не могут точно определить назначение строения, однако конструкция не является подземным проходом, как подумали сначала жители. Найденный объект находится ниже древней Джума-мечети, близ которой проходила поперечная городская стена. На данный момент земляные работы остановлены, о находке было сообщено руководство агентства по охране культурного наследия. Судя по формату кирпичей, обожженных, из которых сложены эти стены, помещения, мы можем сейчас весомо полагать, что эти сооружения или это сооружение относятся к дом-монгольскому периоду истории Дербента. По формату кирпича скорее всего XI-XII века. Фонд Имама Шамиля подвел итоги деятельности за 2019 год и обозначил приоритетные задачи на текущий. Мероприятие прошло в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже в Махачкале, названном именем лидера национально-освободительной борьбы народов Дагестана. В обсуждении приняли участие не только члены культурно-исторического общества, о чем говорили, узнал Хамза Нурмагомедов. Место проведения мероприятия выбрали не случайно. Это первый в России колледж, который носит имя великого общественного и религиозного деятеля имама Шамиля. Переименовали учебное заведение в прошлом году. Поэтому она имеет воспитательное значение, я считаю, для молодежи нашей, чтобы мы помнили историю наших предков. Шамиль велик и могуч. Шамиль – это первая визитная карточка Дагестана во всем мире. Не было бы Шамиля, не знали бы так достойно, как сегодня нас знают все правильно, храбрым, мужественным и так далее. За прошлый год послам руководителя фонда проделана большая работа. Были организованы филиалы в разных регионах. Прошли многочисленные встречи с молодежью. Главная цель фонда – духовно-нравственное воспитание молодежи на основе примеров из жизни шейха Шамиля. Нужно, чтобы люди помнили, кто сохранил религию в Дагестане и заложил основы мира, считают организаторы фонда. Мы открыли три филиала – это Калуги, Туле и Москве. Также у нас на готове открытие филиала Турции, Республики Турция. Рассматриваем вопрос открытия филиалов Украина, Саудовская Аравия, Египет. Помимо отчёта, за прошлый год и задачи на текущие, на совещании также обсудили социальные проблемы, конечно же, прилагая возможные пути их решения. Среди участников собрания были представители Общественной палаты Республики, руководители политических партий и общественных организаций региона. Безработица Республики, в первую очередь, которая сегодня присутствует, чехарда с кадровыми вопросами, которые сегодня существуют в нашей Республике. Эти и другие, все вопросы сегодня здесь будут затрагиваться, и мы решением сегодняшней конференции все это доведем до руководителя Республики, главы Республики Васильева Владимира Абдуллаевича. Впереди конструктивная работа и масштабные планы. Насколько жизнеспособными и реализуемыми окажутся многие высказанные предложения, покажет время. Хамзанур Магомедов, Мусас Алгиреев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Пришел, увидел, победил. Борец из косоверта Базгаджи Магомедов увез из Казбековского района 100 тысяч рублей и кубок Мусы Азаева. Открытые всероссийские соревнования на призы мастера спорта Советского Союза проходили накануне в селении Дылым. Курбан Рагимов с места событий. Каждое удачное действие сопровождается бурными овациями. Местный спортзал полом под завязку турнир в Дылыме вызвал настоящий аншлаг. В этом году схватки решили провести только в одной весовой категории до 61 килограмма. За награды боролись 15 борцов, имеющих разряд не ниже мастера спорта России. У Азаевского турнира богатая история. Проводят его уже в 23-й раз. В свое время здесь с переменным успехом боролись олимпийские чемпионы Хаджумрад Магомедов, Абдул Рашид Садулаев и многие другие титулованные вольники. Это кузница олимпийские чемпионы. Отсюда проходят чемпионы. Проверку проходили здесь? Да, проверку здесь они проходят и дальше идут. Я после института приехал сюда и 45 лет я работал директором спортивной школы. Вот этот зал тоже я сам построил. Вот с тех пор в селе и проводим мероприятия, потому что я человек из села и приехал в село. В турнире не принимали участия местные борцы, но символично, что в финале отношения выясняли подопечные известных тренеров выходцев из Казбековского района Гамзата Абасова и Шамиля Амарова. Хасавертовец Абазгаджи Магомедов выступал в Дылыме впервые и чемпион мира и Европы среди молодежи сумел оправдать статус фаворита, выиграв все четыре проведенные встречи. Как признается сам спортсмен, эта победа далась ему непросто. Эмоции зашкаливают. Такие призят кубок. И болельщики бороться тут одно удовольствие. Участники-то были все наши знакомые, братья. В одном зале тренируемся, знаем друг друга, борьбу и с каждым было тяжело бороться. Ну, сегодня по воле Сивичного я победил. Это ковер, сегодня я, завтра они. Так что я им желаю удачи, чтобы в дальнейшем они тоже выиграли. Вслед за обладателем кубка на пьедестале расположился его однофамилец Магомед Магомедов из Махачкалы. Бронзовые медали у хасовертовцев Шамиля Амарова и Расула Газуева. Всех призеров наградили денежными премиями. Курбан Рагимов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Казбейковский район. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации ослеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин